Благословен Господь и Бог наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Так непривычно себя чувствовать, я вспоминаю свою хупу. Аллилуйя. Слава Господу. И на этой неделе мы с вами заканчиваем изучение четвертой книги Торы, книги Бамидбар, и изучаем даже две главы. Это глава Матод и глава Массей. Эти главы довольно-таки часто изучаются вместе, и сегодня у нас как раз с вами есть такая возможность. Эта книга чисел с 30 главы 2 стиха по 36 главу до конца книги. И давайте мы с вами посмотрим, о чем же повествуют нам данные разделы Писания. Глава Матод, она начинается с постановления о клятвах, обетах, обещаниях и условиях, при которых они могут быть отменены. Далее идет рассказ о войне, но я бы сказал не о войне, а о победе Пинхаса и 12 тысяч евреев, по тысяче из каждого колена были взяты на эту войну, победе над Мадеонитянами. После этого идет отрывок, который повествует о том, что колено Рувима, Гада и пол колена Манасии, они решили остаться за Иорданом, не входить в обетованную землю. И Маше дает им по этому поводу определенные постановления, что они могут это сделать, но для этого им надо по-любому вместе со всем народом участвовать в войне по овладению земли, которую Господь обещал еврейскому народу. Глава Масии начинается с перечня стоянок, которые были за время 40-летней, вот этот период странствования по пустыне. Потом рассказаны пределы этой земли и указания о будущем разделе. В этом разделе должны были участвовать определенные личности, которые перечисляются как раз в данном разделе Торы. Это лидеры народа. После этого говорится о том, что 48 городов, они должны были быть выделены левитом для их пребывания, жизни. Определенная земля вокруг этих городов. И также говорится о шести городах-убежищах и их предназначении, для чего эти города были необходимы. И заканчивается этот раздел Торы просьбой колена Манасии рассудить их в вопросе, в требовании дочерей Салпаада о наследовании удела земли после смерти их отца. И давайте прочитаем, как же все начиналось. 30 глава, 2 стих. И сказал Моисей начальником колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. И давайте мы вместе с вами попытаемся разобраться, что же такое клятва, что же такое обеты. И изучая данный раздел Торы, я смотрел множество переводов, и сейчас некоторые из них вам прочитаю. Так, например, в современном толковом словаре Ефремовой понятие клятва, оно имеет два значения. И первое значение – это торжественное обещание, уверение, подкрепляемое иногда упоминанием чего-либо священного или дорогого для того, кто обещает. Второе же значение данного слова – это проклятие. В словаре церковно-славянского и русского языка также два значения – это подтверждение, отрицание или обещание произносимое с призыванием во свидетельство имени Бога. И второе – это проклятие или осуждение. Если мы будем читать данный отрывок по номерам Стронга, то мы также увидим, что значение слова в данных стихах – оно клятва, заклятие или проклятие. И интересно, да, ну, не правда ли интересно, что такие двойственные значения? Если мы посмотрим значение слова «обед», то практически во всех источниках это имеет значение как обещание, данное Богу из религиозных соображений. И из того, что мы с вами прочитали, мы видим, что Господь, Он ожидает от человека исполнения обетов и клятв. Написано, что если человек сказал, то он должен это сделать. И если мы рассмотрим, ну, вспомним, не рассмотрим, а вспомним все Писание, то мы видим, что довольно-таки часто, особенно в Ветхом Завете, да, и не только в Ветхом Завете, использовалось это понятие как клятва, обещание Богу. И мы помним с вами, да, историю, к примеру, вот, если вспомнить так, историю Авраама и раба, которого он посылал для того, чтобы взять жену для Ицхака, да. Авраам взял с этого раба клятву. Причем не просто клятву, а еще с определенным действием, положи мне руку на стегно мое. Мы помним историю, что сам Яков, он клялся страхом отца своего Ицхака. Помните, наверное, этот отрывок. Помните, мы помним историю о том, что при встрече египтянина с Давидом, он просил, египтянин просил Давида кляться, что он не убьет его и его господина. Также об обетах мы, ну, читаем много вещей. И для евреев клятва, она была таким очень важным действием. Я вот даже выписал из Талмуда, что клятва была сакральным актом, святость которого отражена в утверждении, что ложно поклявшийся бесчестит имя Бога. Это было такое нечто особенное, ну, особенное действие в жизни еврейского народа. И если мы посмотрим, то согласно Торе мы видим, что клятва, она была одной из форм доказательств при споре, в суде. Мы знаем, что нарушение клятвы, оно должно было искупаться и искупаться жертвоприношением. Об обетах мы также считаем, что мирная жертва, она приносилась по обету или по усердию. Мы помним, что вот недавно совсем мы с вами изучали вопрос, как израильский народ дал обет Богу, обет, что о заклятии на городах Ананея в случае того, если Бог даст победу. В 21 главе книги Чисел мы об этом с вами читали. Так что же такое все-таки клятва? Давайте мы посмотрим. И если посмотреть как бы в основание, в корень, то клятва что это? Это слова, да? Это слова, которые говорит человек в духовный мир. Почему в духовный? Ну, хоть мы с вами все и живем в этом мире, но мы являемся частью духовного мира, потому что сам человек, он состоит из духа, души и тела. Вопрос, как мы живем, но мы являемся частью этого духовного мира. И говоря, слова определенные, они идут в духовный мир. И как мы с вами помним, как мы с вами хорошо знаем, что сам Бог, он все творил словом, сказал и это исполнилось. И мы с вами так же само творим словом. Вот наши слова что-то творят. В послании Якова как раз по этому поводу целая глава третья, она очень хорошо описывает. И говорит она о том, что из наших уст не должно исходить и благословение, и проклятие. Потому что по определенным причинам наши слова, они могут действительно быть или благословением, или проклятием. И я хочу вам сказать, что в Новом Завете мы читаем, что от слов своих мы оправдаемся и от слов своих осудимся. И все это написано в Евангелии от Матфея. И именно потому что слова клятвы или обета, которые человек дает необдуманно, которые он говорит, не размыслив на том, что они говорят, или нарушает их, они как раз становятся для человека именно проклятием. Значением, потому что значение двойственное. И одно из значений проклятия. Я хочу вам прочитать один отрывок, также из Евангелия от Матфея. Это пятая глава с 33 стиха по 37. Еще вы слышали, что сказано древним, не приступая к клятвы, но исполняя перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что оно подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да-да-нет-нет, а что сверх того, то от лукового. И если посмотреть, да, какая-то, ну, небольшая несостыковка. В Ветхом Завете столько говорится о клятве, об отношении с клятвей. Ишуа говорит о том, что не надо клясться вообще. И если мы помним, вспомним с вами, то сам Бог, Он клялся, да. Ну, и давайте разберемся в этом вопросе. Во-первых, ну, Божья клятва, она не может быть для Него, так как Он клялся, она не может быть для Него проклятием, потому что Божьи слова, они исполняются всегда. Это первое. Второе, это если мы посмотрим, вот данный отрывок, который мы прочитали сейчас, Евангелие от Матвея, если мы посмотрим на контекст написанного, описание всегда надо изучать в контексте, Так вот, перед этим написано как раз о разводе. Ишуа учит о том, что нельзя разводиться, так как было, раньше говорилось, Маше говорил писать разводное письмо, но Ишуа говорит, нельзя разводиться. И в Евангелии от Матвея об этом, о разводах упоминается в двух местах. В пятой главе, в контексте нашего отрывка, который мы прочитали, и в девятнадцатой главе, в которой говорится о том, что нельзя, что, вернее, Маше, он разрешил это делать по вашему жестокосердию. И я понимаю, что так как оно идет в контексте, что как раз вот и клятвы, они были разрешены по жестокосердию человеческому. До момента того, как Ишуа, он умер на Голгофском кресте, и Бог воскресил его из мертвых, человеческая природа, она была как раз вот такой. Человеческие сердца были жесткие, человеческие сердца были необновленные. После того, как Ишуа умер и воскрес, всякий уверующий, входящий с ним в новые отношения, в новый завет, он имеет новую природу. И мы с вами имеем новую природу. Наш человек, внутренний человек, он обновленный, наши сердца обновленные, и наши сердца, они могут вместить слова, и не просто вместить, а еще и исполнить слова, которые говорят, что не клянитесь, но да будет у вас да, да, нет, нет. И я вам хочу сказать, что в сфере наших с вами еврейских мудрецов мнение вокруг клятвы и обед, оно также очень интересное. И вот в Талмуде вообще есть целых два больших трактата. Это не два стиха имеется в виду, это два больших учения, скажем так, именно о клятвах и обедах. И вот есть очень интересные высказывания, которые имеют довольно-таки отрицательное отношение к клятвам и обедам. И вот в Вавилонском Талмуде говорится, что человек, который дает обеты, считается грешником, даже если он их исполняет. В Иерусалимском Талмуде говорится, что недостаточно тебе того, что запретила Тора, ты же запрещаешь себе и дозволенное. Интересно, они, правда ли, такие высказывания? И так мы видим, что слова Ишуа, они имели поддержку даже в иудейской среде того времени. Но есть у этой стороны, как бы еще, у медали вторая сторона, потому что все-таки человек, когда дает какой-то обед, какое-то обещание, это есть своего рода такая практика воздержания. Не правда ли, да? Что человек говорит, что я буду воздерживаться от чего-то или что-то не буду делать. Но я бы сказал, что в этой ситуации это практика. Но эту практику, сообразно Слово Божьего, лучше делать так, чтобы это не было обетом или клятвой. Если ты имеешь какое-то желание, ты можешь сказать, не сказать, а ты можешь в своем сердце принять волевое решение и делать так, как ты этого хочешь. Но, к примеру, ты говоришь, перестал читать Писание, и говоришь, с сегодняшнего дня я буду читать Писание каждый день. Это уже является обет. Нарушение этого обета, это есть грех. Это слова, простые слова. Я буду сегодня читать, с сегодняшнего дня читать Библию каждый день. Это обет. Но лучше принять в своем сердце решение и читать Библию каждый день, не давая словесных обещаний. Потому что мы с вами знаем, что даже вот в церковной практике мы можем видеть в практике консультирования такие моменты, что люди, говоря простые такие вещи в своей юности, в своей жизни, они опутывают себя этими словами. И только благодаря милости Божьей, действию Духа Святого, живущего в нас, Бог через служителей, Он производит момент вот этого освобождения от именно тех внутренних клятв, которые человек дает, или тех слов, которые он высвобождает в этот духовный мир. И когда он это делает не обдуманно, эти как раз клятвы и обеты, они превращаются в проклятие. Потому что человек, он связывает себя этими словами. И именно поэтому вот в нашей главе мы можем видеть, что Маше, обращаясь по данному вопросу, он говорит к начальникам колен. Он говорит к людям, которые были руководителями. Он говорит людям, которые должны были следить и подсказать, стоит ли давать определенные обещания или не стоит. Люди, которые могут направить и обучить в данном вопросе. И мы видим, что есть, опять-таки, из нашего отрывка об обетах, есть определенная практика, которая может эти обеты запрещать и отменять. Вот, к примеру, в иудейской среде обет, обещание мог отменить только Равин или же три авторитетных человека, знающих Тору. Но в нашей главе мы читаем, что это может сделать или муж, или отец. И в этом вопросе мы можем видеть как раз очень интересный смысл или даже принцип. Это принцип устроения и принцип Божьего порядка в наших семьях. Что же это за порядок? Вот в Первом Коринфянам написаны такие прекрасные слова в 11 главе, в 3 стихе. Апостол Павел говорит следующее. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». И в нашем отрывке Торы, об обетах и клятвах, каждый из нас, что мужчины, что женщины, могут взять для себя, почерпнуть важные моменты, которые помогут как раз в построении наших отношений, в наших семьях. Давайте немножко коротко остановимся на этих вопросах. Первый момент – это момент власти. Мы видим, что, ну, и знаем, что так устроено мироздание, что все стоит, в принципе, властью. Есть верховная власть Бога, есть власть, поставленная Богом на этой земле, есть духовная власть, духовное руководство в церкви, которое тоже является духовной властью, есть даже определенная власть у родителей над детьми. И вот в нашем отрывке мы видим, что у отца как раз есть власть над обетами своей дочери, у мужа есть власть над обетами своей жены, у жены есть власть воспитывать своих детей и давать или не давать необдуманных обетов, которые основаны на чувствах или на эмоциях. Это тоже власти женщины. Смотрите, второй момент, я считаю, наиважнейший, который подчеркивает эту власть, или, скажем так, из которой вытекает эта власть, это момент ответственности. Потому что мы видим, что отец, он является ответственным за своих детей, в частности, за дочь, поэтому он имеет право делать определенные вещи. У мужа ответственность какая? У мужа ответственность быть священником в своей семье. Муж должен следить за действием, происходящим в своей семье, быть священником и понимать те духовные вещи, которые происходят в его семье и, скажем так, быть насторже для того, чтобы вовремя, если надо, это остановить. Ведь, читая именно об этом моменте, мы видим, что если муж до вечера, но до следующего дня этого не сделал, он не наложил как бы вето на обед, то уже ответственность, и сделал это впоследствии, то ответственность за неисполнение этого обета несет он. А когда он не делает этого сразу, когда он не тверд в своем понимании, когда он не знает Божье руководство, как поступить в данном вопросе или нет. Если мужчина имеет твердую уверенность и понимание в Слове Божьем, понимание действия, как правильно поступить, он отреагирует сразу. Ответственность интересной жены, что ответственность жены принимать, принимать своих мужей, независимо, насколько они духовные или недуховные, но принимать их, как священником в своем доме, и мы видим, быть им послушными, ведь, получается, опять же, истекая из нашего отрывка, мы видим, что если мужчина сделал неправильно, то это уже его ответственность. Ответственность женщины быть просто послушной. Не написано, мы не видим каких-то других действий. И, вы знаете, очень важно, но хочу сказать, это очень важно, чтобы мы с вами в вопросе власти и ответственности относились с мудростью, которую мы черпаем от самого Бога, потому что нельзя сказать так. Вот сегодня я услышал комментарий Тори, я власть, и командовать в доме буду я, мы будем ходить, значит, теперь так-так-так, подносить мне надо так-так-так. Это не то, не об этом здесь говорится. И я бы сказал, что в наших отношениях важно не смотреть, кто что должен делать, а делать тебе то, что ты должен делать. Если ты священник, священодействуй. Если ты жена, будь послушной, а не говоря, муж, ты должен быть священником. Или жена, ты должна быть непослушной постоянно. Это неправильно. И мужья, нам, как мужьям, важно помнить, что наши жены, они будут послушны нам тогда, когда мы будем их любить. А как любить? Любить, как Ишоа любил свою общину и предал себя за нее. Женам надо помнить, что мужья будут вас любить тогда, когда вы будете послушны своим мужьям, когда вы будете давать им возможность священодействовать. Вот тогда мужья будут вас любить. И это Божьи принципы. Это Божьи принципы, которые безотказно работают. Если вы хотите, чтобы ваши семьи были крепкими, исполняйте каждую свою часть. Они действуют. И как раз-то наша глава, она заканчивается. Не глава, а отрывочек. Это заканчивается семнадцатым стихом, в которых написано. Вот уставы, которые Господь заведал Маше об отношениях между мужем и женой его, между отцом и дочерью его, в юности его, в доме отца его. Это уставы, об отношениях. Хотите, чтобы были хорошие отношения? Давайте будем исполнять каждому, ну, каждый то, что должен исполнять. И в конце, вот, вот той доброй, хорошей традиции, которая есть в нашей общине, я хочу помолиться. И хочу я помолиться за наш народ. Когда-то, много лет тому назад, наш народ вошел в завет с Богом и дал ему обещания. За это время было много клятв, много обетов, много обещаний. Большинство, ну, очень многое из них не исполнялось. И вы знаете, я думаю, что если бы все обеты, которые давал наш народ Богу, они исполняли, то в момент, когда пришел бы Ишуа, они бы увидели, что это есть их машея. Поэтому давайте мы сегодня вместе с мамой помолимся о том, чтобы они это сделали, чтобы они вызвали и сказали Баруха Баба Давайте встанем на наши ноги. Авинуша Бышимая, Святый, мы благодарим тебя за еврейский народ. Ты избрал этот народ, Господь, не они себя избрали. И ты остаешься верным этому народу. Авину, мы просим тебя во имейшо, Мессии, чтобы, действуя своим святым духом, ты касался каждого еврейского сердца. Чтобы при изучении Торы они открыли свои глаза и увидели, что все Писание оно ведет к тебе. Мы благословляем Твой народ и мы верим в исполнение Твоего слова, которое говорит, что весь Израиль спасется. Но мы желаем видеть нашими глазами этого спасения. И мы благословляем в это время Израиль, каждого еврея по всему лицу земли. И мы просим, Господи, да будет мир на Иерусалиме. Да будет мир на Иерусалиме. Благословенное имя Твое. Большая Мишуа Машихейна. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok